Морские аварии могут иметь значительные и зачастую долгосрочные последствия для окружающей среды, приводя к экологическим катастрофам. Эти стихийные бедствия могут нанести вред морским экосистемам, прибрежным сообществам и даже глобальной экосистеме. Рассмотрим виды морских происшествий, экологических катастроф и их последствия. Разливы нефти Одним из наиболее известных последствий морских аварий являются разливы нефти. Когда корабли сталкиваются, садятся на мель или происходят другие виды аварий, они могут выбросить в воду большое количество нефти. Разливы нефти могут покрыть нефтью морскую жизнь, береговую линию и птиц, вызывая у души отравление и нарушение их среды обитания. Разлитая нефть может сохраняться годами, оказывая воздействие как на местные, так и на глобальные экосистемы. Ликвидация аварийных разливов нефти – это комплекс мероприятий, направленных на удаление пятен нефти и стоков нефтепродуктов с поверхности воды и с почв. Биологические методы являются наиболее экологически безопасными и способствуют восстановлению аварийных и систематических нефти разливов в водоемах и водотоках до нормативных показателей. Ликвидацией аварийных разливов нефти занимаются специализированные организации, имеющие лицензию на ведение аварийно-спасательных работ данного типа. Эффективность процесса достигается поддержанием определенного режима компоста, содержания кислорода, соотношением азотно-фосфорных компонентов и количества нефти окисляющей микрофлоры. Весь процесс занимает от двух до четырех месяцев. Разливы химикатов Помимо нефти, суда могут перевозить опасные химикаты и вещества. Аварии, которые приводят к разливам химических веществ, могут загрязнять водоемы, убивать морскую жизнь и наносить ущерб экосистемам. Токсичные химические вещества могут иметь далеко идущие последствия для здоровья водных видов и потенциально могут проникнуть в пищевую цепочку, затрагивая человеческие популяции, которые полагаются на морепродукты. Сегодня химическая промышленность находится в центре мировой экономики и требует крупных потоков товаров от производств к местам потребления. Населением мира используется около 37 миллионов химикатов, а двух тысяч регулярно перевозятся по морю. Объемы поставок в настоящее время растут, за последние 20 лет объем морских перевозок химикатов увеличился более чем в три раза. Риски становятся все более острыми, в частности, из-за растущего числа сверхбольших судов вместе с высокой интенсивностью, вызванной давлением мирового рынка. Угроза разлива химикатов в море беспокоит многие общественные и частные группы, поскольку вызванное загрязнение часто невидимо и может показаться трудным с ним справиться. Кораблекрушение и повреждение кораллов Когда корабли тонут или садятся на мель, они могут повредить хрупкие коралловые рифы и другие морские среды обитания. Коралловые рифы являются важнейшими экосистемами, поддерживающими разнообразную морскую жизнь. Разрушение коралловых рифов может привести к утрате биоразнообразия и нарушению защиты берегов от волн и штормов. Мелкие кораблекрушения могут иметь серьезные экологические и токсикологические последствия для коралловых атоллов. В 2012 году судно Ярусолов с тунцом село Намель на рифе гребень атолла Сент-Брэндон на Маврикии распалось на три части, которые течения и штормы унесли в лагуну. Через несколько месяцев после посадки на мель кораллы вокруг затонувшего корабля стали мертвыми и черными. По течению от места крушения густое цветение ничатых водорослей, прикрепленных к кораллам. Для определения экологического воздействия затонувшего корабля на систему в 2014 году был проведен подсчет морской биоты вокруг затонувшего корабля, в зоне цветения водорослей и в эталонных зонах рыб. Концентрации металлов в эталонных и пострадавших кораллах определялись с помощью эритмохелес имбриката. Введение инвазивных видов. Морские происшествия могут непреднамеренно привести к попаданию чужеродных видов в новую среду. Эти инвазивные виды могут вытеснить местные виды, разрушить экосистемы и привести к экологическому дисбалансу. Замена балластной воды, часто связанная с морскими авариями, является распространенным способом распространения инвазивных видов. Мусор и загрязнение Аварии могут привести к попаданию мусора в воду, включая грузовые контейнеры, опасные материалы и другие отходы. Этот мусор не только представляет опасность для судоходства, но и способствует загрязнению морской среды. Пластмасса и другие стойкие материалы могут оставаться в окружающей среде в течение длительного времени, оказывая негативное воздействие на морскую жизнь и экосистемы. Разрушение рыболовной и туристической отраслей Экологические катастрофы, возникающие в результате морских аварий, могут нанести ущерб рыболовной и туристической отраслям. Загрязненная вода и разрушенные экосистемы могут привести к сокращению популяции рыб, что приведет к снижению вловов рыбной ловли. Аналогичным образом, загрязненные пляжи и воды могут отпугивать туристов, влияя на местную экономику. Экономические последствия Морские аварии могут иметь более широкие экономические последствия, помимо непосредственного ущерба окружающей среде. Усилия по очистке и восстановлению могут оказаться дорогостоящими, а пострадавшие общины могут столкнуться с долгосрочными экономическими проблемами из-за потери промышленности и доходов от туризма. Изменение климата и выбросы СО2 Судоходство вносит значительный вклад в выбросы парниковых газов, которые способствуют изменению климата. Аварии, в результате которых суда повреждаются или тонут, могут привести к выбросу нефти и топлива на борт, что приведет к дополнительным выбросам и усугубит последствия изменения климата. Усилия по смягчению воздействия морских аварий на окружающую среду включают улучшение навигационных технологий, ужесточение правил проектирования и эксплуатации судов, планирование реагирования на чрезвычайные ситуации и лучшую готовность к ликвидации последствий стихийных бедствий. Международные конвенции и соглашения, такие как Конвенции Международной морской организации, ему направлены на установление стандартов и руководящих принципов для предотвращения аварий и борьбы с их последствиями.